Палец очень мил. Пацаны, всем привет, всем здоровенько. В этом видео мы делаем розыгрыш. Будем разыгрывать два набора мерча. В набор входят стикеры Супер Сус, спички сталкерские, сусанячие спички для выживания на дикой природе, также для военных подойдет. И шапка. Это один набор. Мы разыгрываем два таких набора мерча и офицерский противогаз. Он в полной комплектации, просто у меня сейчас с собой нет фильтра и сумочки. Три выигрыша будет. Для участия подпишитесь на канал, поставьте лайк под этим видео и напишите комментарий, что бы вы хотели, чтобы мы сделали в одном из следующих видосов. Самые интересные идеи мы обязательно сделаем, а три самых классных комментария получат вот эти призы. Будет три выигрышных комментария. Все, полетели, всем приятного просмотра. Ты мне день не должен за телефон, что у меня мусора забрать. Пубертат увидел мир. Здравствуйте. Добрый день. Пойдем. Ох, нифига себе. В чем суть? Просто объясни. То есть на такое большое расстояние вынесен аварийный выход, если что? Аварийный выход, да, именно. Это для того, чтобы если наверху будут большие разрушения, а там у нас большое заводское здание, чтобы мы могли отойти на большое расстояние, и не завалило выход, выйти из убежища в случае необходимости, его относят как можно дальше. В данном случае он очень большой. Может быть и выход даже в метрополитию. Какие-то кабельные коллекторы. Коллекторы, да. Любые коммуникации подземные, чтобы каким-то скрытным образом, грубо говоря, переместиться и эвакуироваться безопасно на поверхности. Это очень применялось. Пошли, посмотрим. Между прочим, в 30-е годы даже разрабатывались специальные планы внутриквартальных проходов, где можно было из подвалов в домов переходить, во-первых, внутри квартала. Ого! Интересно. Внутри квартала, а потом из этого квартала переходить в соседний квартал. То есть, грубо говоря, полностью безопасное перемещение по городу. Что, пошли глянем? Что, куда мы пришли? Я знаю. Мы уже выходим на поверхность. Или, может, даже туннель метро вот так вот бывает, переходишь и дальше ниже пошло. Да, вполне вероятно. У вас какие-то лестницы? Вот тут запах садовый какой-нибудь. О, есть свет. Офигеть! Обратите внимание, насколько крепко сделано. Видите, заливка бетоном. Это монолитная конструкция, даже не железобетонная. То есть, этот выход предполагался очень защищенным. Возможно, что наверху будет оголовок очень мощный и интересный. Слышь, а тут еще говорят, что железнодорожные рельсы вмонтируют в стены для защиты. Да, да, очень часто это применялось. Кстати, а, нет, ну в данном случае можно увидеть арматуру. Какую толщину. Огромная арматура. Вот она оголилась. Арматура зашита в стены? Да, да, укладывалась арматура и сверху заливалась бетоном. Такая монолитная конструкция. Ого, ты так залихватски открываешь эти двери. Ну, опыт, опыт. Кстати, вот противоугонная система. А, заварена, кстати. Где-то, видите, заварку? Нет, где-то она шевелится, но мы не сможем его запакивать. Отсутствует лампочка, света не будет. Да, отсюда закрыто. Ну что, вернемся назад? Да. Так, друзья, если вам интересно, что за этой дверью, то обязательно пишите. Мы посетим либо эту дверь, либо еще какое-то убежище и покажем, что еще бывает за гермо дверями. А еще мы для вас приготовили сегодня кучу всяких интересных штучек. А еще есть маленькие сюрпризы, и для вас тоже хотим показать, обозреть. Так что пойдем ниже назад, там как-то поспокойнее будет. Сейчас время неспокойное на улице. Пойдем. Пока тихо. Пойдем еще раз. Пошли. Закрывай. Ох, какие лестницы, какие лестницы. Ох, какие лестницы. А вот, собственно, и основное помещение этого убежища – зал для укрываемых. Оно огромное. Здесь размещались нары и укрывались люди. Они размещались различными способами, уже как кому довелось. Но вот это вот помещение выполняло основную функцию. Здесь жили люди. Укрывались в течение нескольких часов, либо дней, уже как на поверхности складывалась ситуация. Кстати, в киевском метро люди самостоятельно обустраиваются, и у них очень даже это неплохо получается. Поэтому убежище укрывало всех, а уже люди себе сами располагались, как им было удобно. Ага, а вот это ФВУ. Вот желтая труба. Так, 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 сейчас мы сориентируемся. В общем, грубо говоря, вот эта желтая труба, она подает загрязненный воздух с поверхности. Он у нас проходит через фильтр. Вот если здесь посмотреть, вот он заходит в эту коробку. А вот с той стороны выходит у нас… Так же желтую трубу. Загадка. Но здесь нарушение. На самом деле, одна труба должна быть желтого цвета, другая – белая. По белой трубе идет уже очищенный воздух, который прошел через фильтрацию. Да. Я так и понял. А я мать уже хочу потихоньку. Окно, 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 чтоб включить. Можешь включить, Игорь? Да. Ну, сейчас громко вообще не будет. Попробуем запустить вентиляцию. Давай, посылку. Сейчас. Подожди, возможно. Нет, черная дожди. Вот. А то черная. Нет, нет. Работает, работает. Все рабочее. Все исправно. Все исправно, все в рабочем состоянии, фильтра работает. Все готово, как бы, к нормальному жизнеобеспечению. Друзья, вы часто в комментариях пишите, что это за шмотки у вас такие. Штаны, куртки, вот это вот все. А это наш Юра, друг, наш Object X делает вещи. Вот такие вот замечательные шьет сам. Видите, помыл водой, водичку держит. Красота. И вот шмоточки делает. Такие вот классные штуковины. Какое-то длинного рукава. Сейчас тепленький на восемь. Самое на куртке, бомбера такие. Красивые, мощные, практичные такие вещи. Это такие полутуристические, полумилитарь именно вещи. Такие классные. Ну, как раз для того, чтобы именовать эти именно такие мощные, классные. Актуально в чрезвычайных ситуациях и в наше время. Очень, да, специфическая ткань специальная, которая не боится повреждений и не пачкается. То есть легко ее восстановить путем просто стирания рукой. Ну, я вот показывал, да, водичка попала, видишь, секунда прошла, воды уже нету. Хоп, смахнул, так и пыль. Это разработка, между прочим, Илона Маска. Там они совместно работали с предприятием Наука. Наука. Друзья, кому заинтересует, вот ссылочка в описании. Заходите, поддерживайте наш друг, товарищ и брат. Друзья, а теперь самое сердце объекта после дизеля. Это склад гражданской обороны и имущество гражданской обороны. Здесь вот комбинезоны вот такие вот всякие. И фукай. Хорошие защитные одежды, я не боюсь сейчас этого. Здесь средства защиты, одежда и вещи, которые спасают жизнь человеку во время, во время че. Час ше, шнырить. Аптечки, везде сущие. И что, все с Тореном? Не знаю, сейчас проверим. На выбор. Возьмем что-нибудь из глубины, я думаю, поглубже. Так, а вот у нас, а вот Торен, да, с таблеточкой. Можем посмотреть его наличие. А ты, Игорь, ел когда-то? Нет, не доводилось, не доводилось. Даст Бог, не доведется. Ну вот, все есть. Кстати, сейчас это уже редкость, конечно. Да бы. Возвращаем это все дело в исходное положение. Вполне возможно, что данное убежище в хорошем состоянии, и здесь могут укрываться люди. И очень вполне возможно, что данные аптечки могут еще принести пользу. Ну, кстати, некоторые из элементов, некоторые из элементов вполне прикольные еще для применения. Шутки шутками. Нет, нет, дело все, военные, все военные вещи делаются с большим запасом прочности. И срок годности там не стоит играть большую роль. Для выживания можно употреблять. Дозировку увеличивать просто, да и все. Можно даже, не могу сказать. Здесь мы посоветуемся с врачом. С врачом. Это у нас что? А ну рассказывай. ВПХР, военизированный прибор химической разведки. Так, ну смотри, а, он комплектный, между прочим, здесь у нас еще есть. Интересно. Так, сейчас. Ага, вот. Знакомая вещь? Да. Велосипедный насос, да, хочешь сказать? Нет. На самом деле нет. Это насос, но специфический. О, тут у нас есть сразу и... Калибровочные ампулы. Нет, 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 не калибровочные. Это непосредственно те самые ампулы, которые реагируют на химический элемент в воздухе. Для того, чтобы... Дальше по грунте? Ты знаешь, да, грунт тоже вполне возможно. Сейчас мы об этом дали. Сейчас я в двух словах расскажу, что как бы военный прибор химической разведки, здесь всякие заборнички есть. То есть можно проверять воду, грунт, воздух. Чаще всего, чаще всего, конечно, проверяется, это обычно прогоняется воздух. Вот возьмем одну из ампул. Она... Так, сейчас, минуточку датчика сориентироваться. Она должна надламываться. Ну, где же она надламывается? Так. Полосой наверх вставляется. Вот она у нас вставляется. И через нее прокачивается воздух. Содержимое этой ампулки, вот в данном случае, должно менять цвет. Вот можно посмотреть. На коробочке, да, нарисовано. В зависимости от того, насколько окрасится у нас индикатор, столько, такое количество и отравляющего вещества в воздухе. Вот в данном случае ипритовые трубки. Вот она, желтого цвета. При наличии иприта в воздухе, данный индикатор должен стать красного цвета. А в зависимости от интенсивности красного цвета, мы понимаем, какое количество отравляющего вещества. Поэтому мы даже, наверное, можем ее, я думаю, сломать и показать, как это происходит. Вот мы разломали. И прокачиваем воздух. По инструкции надо прочитать на каждую трубку свое количество прокачиваний. 60 прокачек. Нет, нет, нет. Достаточно. Сделаешь 60 прокачек. Да ладно. Слева покажи, покажи. Вот здесь вечно 60. 60 качаний. 60 качаний. Давай покачаю. Ну она же пустая, она типа не поменяет свой это. Нет, почему пустая? Вот запах чувствуешь, пошел. Какой-то химический элемент. Чувствуешь? Да, пошла химка, заводится. Слушай, кстати, в хорошем состоянии грелка. Редко нахожу грелки в хорошем состоянии. А ты можешь сделать сейчас? Да, попробуем. Ну, в общем, для того, чтобы в зимнее время правильно работали индикаторные трубки, их необходимо подогревать. Для этого есть специальная грелка. Вставляется патрон. Вокруг патрона помещаются, грубо говоря, наши трубки, которые нам необходимо подогреть до рабочей температуры. Сейчас Усани найдет нам курок, который мы взведем в боевое положение. И у нас заработает грелка. А, как типа химический карандаш? Да, химический карандаш, грубо говоря, он просто нагреется и создаст температуру. Но оно уже не актуально, сейчас такие не используют? Используют. Технологии никак не поменялись. Единственное, что приборы стали более компактные. Но принцип действия есть еще такой же. Ну, либо уже современные, которые там электронные компоненты, там они уже работают немножко по другому принципу. Но данный принцип еще очень даже актуален. Вот у нас есть специальные насадки. Сюда помещается, ага, сюда помещается, грубо говоря, марлевый фильтр еще вот сюда. Образец грунта забирается. Кстати, для забора образца грунта у нас должен быть, лопатка должна быть. Так, получается. Ага, ага, ага. Грубо говоря, сюда помещаем образец грунта. И также через него прокачиваем. А, стоп. Ну, конечно же, я забыл. Еще внутрь помещается снова же индикаторная трубка. И через стекло мы можем наблюдать, как она будет менять свой цвет. Кстати, обратите внимание, в данной колбочке есть еще одна микроколбочка. А что это такое? А, значит, ее нужно, когда мы надлавливаем концы. Вот, ты нашел проволочку. Ты знаешь, я думаю, что у нас этой проволочкой ничего не выйдет. Ну да, очень острая. Давай попробуем. Эксперимент. Достаточно опасный. Не, серьезно, чтобы мне глаза не вынуло. Сейчас не выпали. Так, у нас удалось. Проткнул? Проткнуть, да. Сейчас будет насыщение кислородом. А, оно должно шипеть? Покажи мне. Ты знаешь, вообще, по-моему, оно должно шипеть. В данном случае ничего не шипит. Но дым должен идти цветной. Да? Ну, конечно. Нагрев не происходит. Серьезно, дым должен идти? Ну, конечно, цветной дым. Да, выделяется какое-то количество, выделяется газ, тепло. Но в данном случае... О, смотри, какой-то интересный какой-то желтый... Фу. Не, ну я знаю, что это такое. Оно просто от контакта с кислородом, да, должно? Да, 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 кислород окисляет какой-то химический элемент. Я помню, что мы их подогревали с сжигалкой сначала, для того, чтобы она сработала, а потом протыкали. Нет, 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 просто достаточно проткнуть. Смотри, вот это вот какая-то не поддается. А пол, а пол стукнет, если что. Ой-ой-ой-ой. Что такое? Что-то льется из него? Доставай гвоздь. О, слушай, по-моему, пошел нагрев. Гвоздь достань. Да, 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 греется. Серьезно? Потрогай рукой, да. Ну я знаю. Чувствуется. А ну да, не, ну в натуре да, я проверю. Знаешь, да, ну в данном случае реакция проходит очень медленно. Ну еле-еле нагрелась. Да, же порченые просто все. Немножко нагревается. Вот мы помещаем грелку сюда. И она своим теплом отдает тепло трубкам. Ну, я думаю, вам достаточно, мы объяснили, в принципе, азы работы прибора. Идем далее. Идем дальше. А что это такое, хлопцы? Игорь, что это у нас такое? Ты знаешь, что это? Да, это дозиметр. Индивидуальный дозиметр. Дозиметр персональный. Персональный, да. Вот он непосредственно. Вот это дозиметр. Очень многие думают, что это все, весь комплекс является дозиметром. Нет, дозиметром является вот эта трубка. Если мы посмотрим внутрь, туда навести, там есть специальная шкала. То есть в Чернобыле такой давали, походу, на... Да, 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 совершенно верно. Вот даже специальный кармашек. Это именно карман для этого дозиметра. Вот сюда он у нас помещается. И человек работает себе в загрязненной зоне. Ходит. По мере накопления радиации данный дозиметр ее собирает, грубо говоря, эту дозу. И потом по окончании рабочих суток человек выходит, смотрит на сколько он рентген набрал. Вот, грубо говоря, ноль рентген. Мы ничего не набрали. А что там видно? Да, вот видно, там шкала специальная. Мы в камеру попробуем показать ее. Лена, делай. Солнышко, смотри. Рентген ноль. А уже, когда трубка заряжается, нам необходимо ее разрядить. Вот для этого есть... А, то есть чистить можно или что? Да, да, да. Вот чтобы вот эту шкалу, которая нам показывает количество рентген, которое мы заработали, сюда вставляется. Так вот радиация одевается. А она, грубо говоря, там электрический счетчик, там стоит счетчик электронов. Если правильно сказать, да. И чтобы его обнулить, вот используя вот этот вот блок, он, грубо говоря, заряжает трубку своими электронами. И индикатор снова готов к работе. ДП-24 проверен в девяносто шестом году. Слушай, какая находка. Между прочим, это кип. Танковый противогаз. Очень редкая вещь. Между прочим, он редко когда попадается. Слушай, еще в таком хорошем состоянии. Слушай, давай, наверное, ты его оденешь. Давай, давай. Так, сними свой головной убор. Здесь безопасно. Так. А вот у нас есть регенеративный патрон. Нет, запускать, конечно, я не буду. Мы просто покажем, куда он одевается. Он, видите, пломбирован обязательно. Мовенький, да? РП-5. Да, да. Ну, 86-го. Нет, наверное, 90-го года. Судя по всему, 90-й год. Ну, его вид очень хороший. Я уверен, что он абсолютно исправен. Вот сюда он помещается. Вот у нас есть специальные выводы дыхательного мешка. Он подключается. Так, грубо говоря, фиксируется. Сейчас мы немножко зафиксируем его, чтобы он не выпадал у тебя. Так, маска. Так, посмотрим, как маска. Кстати, вот обратите внимание, какая особенность данной маски. Может, кто уже заметил. Нету клапанов выдоха. Да, совершенно верно. А вот это что? Нет, смотри, ничего нету абсолютно. Это просто, да, крепление. А, то есть закрытая система дыхания. Закрытый цикл дыхания, да. Маятниковая называется дыхание. В данном случае то, что ты выдыхаешь, попадает в регенеративный патрон. Здесь этот углекислый газ, выдыхаемый человеком, химическим преобразователем, преобразуется снова в кислород и подается в дыхательный мешок. Здесь запас воздуха, именно воздуха уже. Здесь у тебя будем считать как кислород, кислородообразующий такой элемент. Так это куда, Игорь, для подводников или для летчиков? Значит, данный противогаз разрабатывался для танкистов. А именно для проезда через зараженную местность, либо затопления танков, поскольку танки были либо плавающие, либо могли ходить под водой, они были герметичные. Но в случае аварийной ситуации, чтобы танкист мог выбраться оттуда, использовались вот такие противогазы замкнутого цикла. Он позволяет, кстати, этот противогаз позволяет погружение, если не ошибаюсь, до 7 метров. По-моему, до 5. Или 5-7 метров, да. Можно погружаться и использовать даже в каких-то водолазных работах. А на сколько хватит времени этого запаса кислорода? Три часа. Три часа? Да, три часа. Я думал, что на полчаса. Нет, нет, три часа автономной работы. Данный противогаз не является гражданским, он уже специфический. Военный, да? И им обучают пользоваться. Да, совершенно верно. Нужно уметь правильно пользоваться. Друзья, а ну не шаркай там. ГП-5 противогазы. Много людей очень работало. И каждому противогазы, фильтр должен был быть. Вот стандартные пятерочки. Игорь, как называется? Это изделие номер 2. А что не один? Это же первая необходимость. Нет. Все-таки необходимость первая есть немножко для другого изделия. Но тоже резина технического. Изделие номер 3. Ты знаешь, вполне возможно, что оно есть. Либо спринцовка клизма, либо ласт и маска. И вот оно, хладное пузо. Да. Интересно, как они хранятся. Они хранятся вот в специальных ящиках и пересыпаны известью, дабы... Ух ты. Слушай... Они плотно очень спринцованы. Плотно, да, уложены. Ты знаешь, мне даже не получается. Его оттуда извлечь. Вот, извлекаем. Видите, он еще находится в целлофановом пакете. Ну, состояние просто идеальное. Он готов к работе прямо хоть сейчас. Да, вот они 90-го года. А какой-то срок годности на него существует по регламенту? Ты знаешь, да. Межповерочные интервалы по-любому они есть. Ну, я не могу сейчас ответить. Ну, хотя, что там случится? Он запаянный, да, и запаянный. Да, в данном случае он в хорошем очень сохране. И явно видно, что он в рабочеспособном состоянии. Там обычные, простые химические элементы, которые не портятся. А, и носилки тут же хранятся. Ну, носилки, это, конечно, сопутствующие любому убежищу. Они обязательно должны быть. А вот этот инструмент называет достаточно большой интерес. Лично у меня. Редко они когда попадаются. Это отбойный молоток. Вещь, между прочим, в убежище очень часто нужная. Попадается иногда в убежище. Попадается, попадается. Единственное, не знаю, где здесь компрессор, поскольку сюда нужно подключить шланг высокого давления. Но все же, где-то он здесь, видимо, был, либо еще есть. Ну, по идее, отбойник для того, чтобы выкапывать людей из-под завала. Да, именно когда завал... В данном случае в убежище он находится для того, чтобы выйти из него. Выйти, да? Прорубить, прорубить где-то либо конструкцию, которая мешает выходу, чтобы молотками... Либо если перекрытия упадут, чтобы можно... Да, да, да. Расширить, расширить. Отверстие. Аварийного выхода, если завалилось, оголовок, чтобы его развалить и выйти. Пики только нет, не странно. Где-то уже пика ушла. Пика уехала. А это комната начальника гражданской обороны данного предприятия. А это его непосредственно рабочий орган, селектор. Данным телефоном он пользовался для связи с подчиненными, а также, возможно, с другими объектами. Слышь, так а что, это можно было позвонить в любую точку СССР? Ну, СССР, наверное, нет, в принципе, но каждые клавиши, вот эти здесь пронумерованы, кстати, между прочим, интересно, а, это клавиши для записи разговора, магнитофон. А, магнитофон, да. То есть под каждую кнопку было заведено какое-то... Абонент, да. Под каждую клавишу был заведен свой абонент. Грубо говоря, был список, и начальник поднимает руку. О, в данном случае, она немножко уже исполчена, но все же, еще можно и пользоваться. И думает, так, надо было позвонить не начальнику СССР. Для этого он смотрит список номер 7. Нажимает на одну клавишу и говорит, Иван Иваныч, что у нас на той эвакуации? Ну, и получает соответствующий какой-то там доклад, что эвакуировано столько-то, еще необходимо эвакуировать какое-то количество. Все. После этого он принимает, думает, так, заказывать надо еще автобусы. Звоним в автопарк. Автопарк у нас под клавишей 10. Алло, автопарк? Да, автопарк, Семен Семенович, нам нужен еще транспорт. Не вопрос, решай. Хотя, на самом деле, вопрос эти решать, наверное, очень тяжело. Поэтому можно только предполагать. Вот так и работала данная система. Уже не надо было девушки, кстати. Вот если раньше были старые телефоны, где ты берешь, там, барышня, барышня, соедините, то здесь уже было более современное автоматизм. Кстати, Псков 25 называется. Так, 25, по всей видимости, 25 абонентов, видишь? Можно завести сюда 25 абонентов, и не звонить легко. Ну, а также выход в город. А ну, подобраться. Дисковый набор, пожалуйста. Алло. Это уже можно домой позвонить. Дорогая, я не приду, у нас война. Как-то так. Друзья, сейчас тяжелое время. Ютуб не спонсирует, как бы вообще никаких денег не приносит. Поэтому, если вы хотите поддержать проект Суперсус, то я напоминаю, вы можете стать спонсором нашего канала, чтобы помогать нам и продвигать нас, как бы, вперед в это непростое время. А также можете подписываться на Патреон. Заходите, поддерживайте Суперсуса в это время. И благодаря вам мы можем только благодаря вам продолжать делать качественный, хороший контент, интересный, развлекательный, познавательный. Спасибо вам большое. И дорогие. Это гранатомет? Офигеть. Я не видел. Это для каких-то ваших документов. Отдел он открывается. Карпин, наверное. Можно даже печататься. Серьезно, покажи, если покажи. Стой, стой, стой. Ого. Специальная печать для секретных картографий. Что там? Что-то есть? Нет, что-то есть. Офигеть. Давай, давай еще посмотрим. Что там, ничего интересного? Ага. Уже скрываешь тайну? Да. И все, мы посмотрим. Друзья, у нас есть американский натовский паек, который нам передали любезно американские военные. И сейчас мы его будем дегустировать. Посмотрим, что едят настоящие американские военные. Есть нож? Я, кстати, уже продолжался. Нет, ты знаешь, давай пользоваться тем, что у нас есть. Как в поле. Тыся, попа, палочка. Смотри, это не совет. Насколько генетично все. Смотри, смотри. Парис туда вошел. Я сейчас палис срумаю, он не прорывается. Давайте, наверное, все на стол. Все пустая? Да. Так, так, так. Вау. Так, если честно, я скажу так. Я вижу первый раз такой набор, поэтому мне будет сложно. А, это понял, чтобы этот рыгать. Салтенчик, салтенчик. Нет, если ты в самолете будешь кушать, чтобы рыгать. Нет. В самолете это не предусмотрено. Я думаю, что, знаете, все, контейнер для мусора. Поскольку они, например, это за экологию, это чтобы за собой убрать все. Смотрите, я с языком не очень дружу, конечно, но я здесь вижу, что сэндвич. Это что-то у нас, значит, вкусное. Моча цветочная. Да, действительно. Видя, посмотри, покажи. Моча флаура. Так, это последний. А, это энергетик моча. Понял, английском моча, это энергетик. Смотри. Вот это первое. Энерджи бар. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Так. Так, французские тосты и какой-то стейбл. Стояк был нормальный. Так, короче, это тоже основное блюдо. Итак, значит, давай немножко это все дело растасуем, чтобы понимать. Я тебе скажу так, большие коробки, это первый прием пищи. Это либо суп, либо картошка будет. О, Military Energy Room. Так, лимонный напиток. Слушай, достаточно много напитков. О, где тяжкие. О, кстати. Да, у нас есть вот такие материалы. Это мы уже самостоятельно. Так, вот здесь такой же принцип. Да? Ну, нет, мы аккуратно все это дело распакуем. Ага, смотри, это выпивать, а это запивать. Я уже говорю, что все-таки продумано все в АТП. Должен быть какой-то... Так, инструменты у нас, видишь, в наборе были. Один комплект. А, дали, да, в наблек. Да, да. Ложка, ложка, да. Давай ее откроем, она нам пригодится явно. Ванила Dave Shake Powder. Ванильный напиток. Слушай, надо очень много подсобных материалов. Вот еще тоже, я как минус вижу, необходимо... А, Сус, смотри, это ты что открыл? Ванильная пудра. А я просто не могу понять, это фашной пакет или нет? Слушай, 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 там есть черточка? А, вот какая-то, вот сюда, вот, вот. Все, посюда наливаешь воду, его типа в пакете вот так вот телепаешь. Давай, я буду смотреть. Достаточно, достаточно, достаточно. Да не, ну мало. Подожди, ну давай попробуем сначала. Ну давай, ладно. Немножку. Ну, видишь, как-то сделано в форме женской фигуры. Это типа как Юпи. Да, Юпи. Ваши видимости, да. Как раз глотку смочить перед приемом пищи. О, надо еще пройти. Я надеюсь, оно не алкогольное. Так, запах, конечно. Так что, тост открыть тогда, как это штуки? Слушай, понюхай, какой запах. Обалдеть, слушай. А ну какого цвета, интересно? Так, знаешь, консистенция мне не нравится пока. Хорошо перемешал, Игорь? Это ворожок какой-то, наверное, нет. Воды больше давай. Так, 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 ванильный шейк. Дайри шейк пауэр. Будем пробовать. Оно как йогурт идет. Интересно, консистенция. Оно как йогурт пошло. Да, молочко. Ну, поскольку здесь, наверное, дозировка на одного человека, то я думаю, было бы вполне достаточно. Да я часто попробую. Ого, давай. Насколько оно хустое? Ну как это, как мороженое. А пахнет мороженым. Слушай, а пахнет обалденный запах, конечно. Слушай, ну даже коньячком немножко дает. Ну что? Давайте, за победу, друзья. Чтобы быстрее орков расфигачить. Класс. Обалденно. Ты знаешь, и бутики рисует. Ё-моё, умеют делать, пацаны. Классно? Шикарная тема. Друзья, это мы сейчас сравниваем. Мы жрали орковскую пайку, пробовали. А это то, что едят американцы. И вот мы сейчас сравним. Кто не видел еще видео, как мы орковскую пачку раскрывали, сухпай российский, то посмотрите, вот здесь ссылка будет. Просто это же, смотрите, сколько всего здесь. Это нужно в какой-то правильной последовательности кушать. Утро, обед, вечер. Кстати, вот у меня всегда был вопрос, не знаю, может быть, кто-то знает, что вот это вот означает ОЗ. Это вот какая-то европейская мера веса, что-то такое. Очень часто встречаю, но нигде не могу найти ответ. Кто знает, напишите. Нашел я кофе, я хочу. Колбаска. Колбаски, да ты что. А ну, давай посмотрим. Для упаковки колбасок, да. Смотри. Булс. А, смотри, больше, на копченое мясо похоже. Так, колбаски, необходимо, давай что-то колбаски. Так, что-то вот калорийное. О, майонез, смотри. Подожди, вот у меня хлебушек. Ух ты. Галета. Это галет, галет. Слушай, при этом... А, нет, это сэндвич какой-то. Да, сэндвич. Он очень мягкий. Смотри, смотри, что. Очень пахучий, но зелени. Майонез. Майонез. Так, прикинь, майонез в пайке, друзья. Так, идем дальше. Вы прикидываете? О, и пахнет мазиком. Как в детстве майонез. Орешки. О, сладненько. Это как, слышишь, там ММД. Да, между прочим, обратите внимание. Но это уже десертик, да, или нет? Ну да. А то, что соль или... Соль, соль. Против гнили. Нет, по-любому, это какой-то добавка. Основное блюдо. Должно быть основное серьезное блюдо. Ну вот, чикен шеф, хуана и барбекю чикен. Барбекю чикен. Ммм, да, ты что, я, наверное, лучше ничего не нюхал. Кекс? У меня в детстве такой запах был. Какой-то у тебя странный был запах в детстве. У меня такой вкус был в детстве. Да? Интересно. А что у тебя так не было? Не знаю, чем так пахло, но оно очень вкусно. Слушай. Так, давайте дальше. Слушай, мне просто уже стало очень интересно. Spirit French Toast. Снимай, да. Французские тосты. Это, походу, тоже как сладко. Мы сейчас все пооткрываем, разложим. Что, французские тосты? Не с лягушкой или там что-нибудь будет? Ага. Лягуша сенарки. Булочка, печенька. Ой, да ты что. Между прочим, обратите внимание, все-таки Don't Eat. Это что-то несъедобное. Нет, это сухпоглотитель. Вот это сидит, такой, американский солдат. Понимаешь, а скоро он победит, потому что такую еду есть, и он скоро победит, поедет во Францию есть булочки французские. Слушай, а зачем ему побеждать? Может быть, наоборот, ему будет выгодно оставаться на поле боя и каждый не получает такой парьок. Он приехал, победил, поехал во Францию гуляться. Так, а у меня что-то сырное. Давай посмотрим, что у меня. Слушай, ты знаешь, данный пакет неискрываемый. А что это? Не знаю, что это. Это чеддер. Просто открывать не умеешь. Давай еще раз. Ого, какие штучки. Ты шо? Реально USA натуральное. Запах интересный. Обалденно. Печенька сырная. Закусал такой под пиво. Первое пиво. Да, очень. Слушай, ну, как для меня, как для меня, это все-таки какие-то легкие перекусы. Чисто под пивком. Пострелял, перекусил. Нормально наезд. А, вот оно где все. Супчик. По всей видимости, это супчик. Нет, это не супчик, это рыба. In water. А ты чего утверждал, что это рыба? Ну, тунец. Альбакон white tuna. In water. Где-то я слышал предупреждение, совсем недавно предупреждали, что с тунцом нужно быть очень аккуратным. Да, кстати. No draining. Типа не пить или что? Drainning. Не смачивать. Да, нам попалось меню с тунцом. Готовы? Да. Фу, я люблю. В натуре воняет. Да? Слушай, а ну дай насладиться. Я просто... Я ее люблю. Нет, ну... Слушай, я отсюда же чую, как воняет. Покажи, смотри, какой смрад. На кильку советскую похожий. Вытрушу ее. Да. Да, конечно, это какого-то маленького американца. Я такое-то все заразу лоплю. Мясо рыбы-тунец максимально похоже к мясу животного. А я смотрю визуально, как будто курочка. Да, что-то есть. А это другой уже напиток совсем. Да, это лимон. О, лимонный напиток. Давай. Еще, еще лей. Вон уже полосочка. Полосочка была с лицевой стороны. Она бабушка делала самогонку юбки разбавляла. Я говорю, это лонгер сельский. Да, и кстати, очень хорошо заходила. В 80-ти градусные юбки хорошо заходил. Мало того, что губы все в этой краске, так еще и пьяный ходит. Ты, по-моему, уже дырку пробил в нем. Так, я думаю, что вполне достаточно. Первый вкус интересный. Первый вкус. Нальвашка каша была именно цвета. Ты знаешь, это, по-моему, саванат. Ого! Кислотный, кислотный. Давай, у тебя осею. Давай, осею чуть-чуть. Нет, но запах очень интересный. Слушай, это такое лимонное. Как в детстве, да? Витамин КЦ. Дрянь. Нет, все-таки это энергетик. Да нет, это не энергетик. А я уверен, что это энергетик. Слушай, это... А, это поливать, может быть, какой-то из вот этих галетов. Да, возможно. Ну, хочу сказать, что не так шивы много здесь. Да? Да, такое, конечно, в детстве, блядь, могли бы и это вот. Всем двором дать. Ты знаешь, здесь яблочки хорошо обработали. О, вкусно-вкусно. Ничего не скажешь, вкуснее. Вот это сухпайок, я понимаю. Вот это да. Он реально вкусный. Мне кажется, что, на первую очередь, здесь немного еды. Но оно все сбалансировано, скорее всего, очень сильно. Вот, моча фавер. Смотрим, что за моча фавер. Интересно, что там у нас пивное? А-а-а. Ай-яй-яй. А-а-а-яй. Это типа эти... Да, вытяжка типа из сухофруктов, делают вот эти вот конфетки, что ты покупаешь иногда. А-а-а, я не помню название. О. Способ деления интересный. А ну, угости. А ну, чем-то похоже на наш этот, как он... Как называется? Медвежья кровь. Гематоген. Угу. Смотри, Игорь, у нас не было ни одного основного блюда еще. Я тебе предлагаю так, сейчас наестся молока, потом сверху рыбу и сверху майонеза и пространство. А где же огурчики? Важно. А где же огурчики? И так, что мы имеем? Ну, как по мне, не сильно здесь всего много, но выглядит все очень вкусно. И запах дает очень даже хороший. Согласись. Итак, что мы имеем? Сладкую булочку. Давай откроем и покажем, какая там начинка. С мясом? А-а-а, нет-нет-нет. Пустая? Она сладкая. Это изюм. С изюмом. Кстати, сладкого достаточно очень много. Кстати, я люблю сладкое. Эта тарелка будет явно меня. А ты же уже пошел жрать. Ну, я пробую. Уже молотишь, да? Уже молотишь, да? А я пока тут буду, где молотишь. Твоя колбаска. А, кстати, вот оно, видишь? Оно делится порционно. Ты можешь себе разделить на 4 порции. Так на первый взгляд. Пробуй. На первый взгляд. Если закрыть глаза и попробовать. Ух ты мне вообще, что это такое? Не похоже оно на колбасу. Как это вкусно? Да, это, знаешь, как какая-то... Как какой-то фарш или мясо. Какое-то ухо. Не помню, что это такое. Рыбные палочки. Я когда-то пробовал рыбные палочки. Что-то подобное. И кряники. А хлебушек солененький. Кстати, он хорошо подойдет по эту колбасу. Здесь мы скомпоновали правильно. Вкусно. Но мало. Это и каши сейчас мало. Я знаю. Так, идем дальше. Вот интересно, что у нас вот этот пирожок. Интересно. С капустой. Ага, да. Думаешь? Да. На капусту она не похожа. На. И по вкусу это даже далеко не капуста. Но вкусно. Оно остренькое такое. Слушайте, обьтие внимание. Острое. Это чекинг, это все с курочкой внутри. Курка грейдж. Барбекю курица было написано. На коробке написано барбекю курица пирожок. Американцы очень любят все очень острое. Вот это показывает. Что-то мы еще... А, вот эти сырные палочки, они тоже острые. Либо сладкое. Острое, или сладкое. Из двух крайностей. Самое опасное, чем нас пугали, это тунец. Буквально сегодня мы получили предупреждение, что если вам попадется с тунцом, будьте очень осторожны. Ну, можно посраться. Мы рискнем. Что-то рыбу порченную никогда не емно жарею, или что? Ну, вот что-то... Ты знаешь, это будет первый об этом. И рыгал. Ммм, неплохо. Она, кстати, не острая никакая. Такой слабо выраженный рыбный вкус. Диетическая, легенькая. Ну, как мне, не хватает какого-то основного блюда. Картошечки, вербешельки. Даже американцы, оно им не надо. Да, как-то странно. Как они так привыкли. Ну, Дури, ни одного основного блюда. Вот это все, что... Вот основное блюдо это... Сколько стоптал, а вроде и не похавал. Это все равно, как схавать 10 килограмм салата. Ну, да. Полный желудок, а... Да, хочется уже рыгать, блядь, а как будто я не похавал. Ну, не знаю, сейчас попробуем. Пока никакого чувства насыщения нету. Так оно и не должно, оно придет позже к тебе. Ну, не знаю, сомневаюсь. Так, ну что? Ты наелся? Нет. Я тоже. Даже как-то рыгается по-американски. Не так, как наш. Я когда ворский поёк ел, то я их и срал, и пердел. Это как быдло. А тут даже как-то оно так... И рыгаешь как-то по-американски. Знаешь, вот реально. В этом наборе я тут тупо пивной на львочке. Перданул, тем обосрался. Этот культурный даже майонезик. Мне кажется, что даже после того срачка будет какая-то такая, как детская. И пахнет лимонадником. Не знаю. Как по мне, это чисто так перекус. Что-то так чисто разразнился. Ну, мне кажется, мне кажется. Знаешь? Что-то, как мне видно. Вот эти вот хитрые американские продукты, как гамбургеры. Ты жрал через полчаса на распух в животе. Мне кажется, это тоже... А потом через полчаса ты уже опять чувствуешь чувство голода. Знаешь? Я думаю, что этот комплект сделан таким образом, сформирован. Чтобы у тебя было чувство голода. И ты должен таким образом завоевать... Ну да, ведь ты когда обожрёшься, будешь лежать. Да, это такое же. Но ещё, чтобы ты мог поймать противника, отобрать его поёк. И у вас есть стимулирование. Итак, поехали. Работаем. Так. Сахар. Любим сахар. Жрём сахар. А, слушай. Мы с тобой друг... Салфеточки? Это вроде несъедобные, да. Всё-таки это салфеточка. Спиртовые? Да. Блин. Вот это мы поспешили. Нам нужно было сначала... О чём я всегда говорю, что санитария прежде всего. Вытереть руки. Какой-то запах такой интересный. Химический. С инфектором. Да, по всей видимости. Но не спиртовой. Не спиртовой. Ладно. Мы воспользовались после еды салфеточкой. Будете знать, что салфеточку надо найти и изначально помыть руки. Их тут, кстати, раз, два, три. Три штуки. Дальше смотрим. White House. Я не знаю, что такое White House. Белый дом. По всей видимости, это что-то из белого дома. А, белый друг. Салфетка с раку вытирает. Слушай, подожди. Это туалетная бумага. Ну да. А, бумага туалетная в натуре. Смотри, в натуре. Действительно. Глянь, кусочки потери. Порционные, порционные. А качественная на ощупь? Ну да, такая мягенькая, хорошая. Ты ее легко порвал. Слушай, ну да, ты знаешь, между прочим, если ты привык к двустойной туалетной бумаге. К лопуху. Ну, можно использовать ее и в таком случае. Так. Кремер нон-дайдл драйв про кофе. Ортия 4 грамм. Нет, вред. Дисоле контенты. Яндатири. Акантиан куб. Восемь ос. Эй, бевергаже. Яйнаса. Бразерс. Покакинг. Ты меня удивляешь своими познаниями английского языка. Произношение просто великолепное. Ты был в этом. Как ты умный, надо хорошо язык знать. Слушай, прям удивительно. Мне придется тоже подтягивать за тобой. Это кофе, по всей видимости. Кофе? Ну, по всей видимости. Слушай, давай его попробуем. Кремер нон-дайдл драйв про кофе ортия. Типа между кофеем и чаем написано что-то. Ход, ход. Это горячая. Нет, нет, это ход. Значит, можно и холодная. Это вообще какой-то юпи очередной. Написано между кофеем и чаем. Что-то между кофеем и чаем написано. Ну, я знаю, по этикету. Кремер нон-дайдл драйв про кофе ортия. Или кофе, или чай. Называйте это как хотите. По этикету кофе нужно запивать потом водой. Вот, возможно, что-то это предусмотрели. Давай, зальем, как думаешь? Не, вряд ли. Подожди, не спеши. Надо поболтать. Что-то оно не очень сильно хочет растворяться. Ну, это такой кремик типа. А, слушай, может быть, это сливки для кофе? А, да, сливки для кофе или для чая. Не надо самих по себе забивать. Слушай, ну, запах оно неплохой имеет. Я попробую, Паш. Никакое. Ну, как это никакое? Вообще никакое. Ну, тупо никакое. Слушай, а может, это вообще несъедобное? Фу, бля, бля. Это какая-то сода. Блин, это для пищеварения сода. Это если у тебя не с варенья, то есть они уже предусмотрели. Да. Может, это чтобы посуду мыть? Да, не вряд ли. Какая посуда? Одноразовая. Слушай, ну, интересно, я тебе спасу. Тут есть жвамик. Дрожает, дрожает. Дрожает. Да, натуре сода. Смотри, две этих, два жвамика. Давай, угощайся. Кремер, нон, дэй. Ох, ядрёный. Слушай, перчёная жвачка. Так это таблеточка, может, а не жвачка? Ты её так расхрумкал. Нет, всё-таки жвачка. Ладно. Так, а у меня... О, слушай, интересно, спички. Ой, так и ревен. Ты знаешь, как зажигать? Ты, типа, выгибаешь в обратную сторону. Так. Не, спичку вырывай. Так, отрываем. Вырываешь. И вот эту крышечку. Не-не, смотри, крышечку. Смотри, как, короче, надо. Вот сюда спичку. А, я понял. Зажимаешь и, типа, вырываешь. Я тоже буквально недавно видел это. И только резко уверенно. Блин. Дешёвка. Посмотрим, да, что-то... Ой, блин, что ж такое? О. Ну, спичечка. Только не понятно, для чего спичка. А здесь, чтобы подкурить. Греть ничего не надо. А, ну, здесь и костерок, может быть, для уюта. Ладно, пожарная безопасность. Это мы положим в центре стола, чтобы наблюдать, чтобы ничего не было. Ну, что могу сказать? Как по мне, паёк. Так себе. Попробовать можно. Очень качественное всё. Капец, какое качественное. Вкусно, вкусно. Питательно. Ну, наверное, не для нашего человека. Тема очень интересная, но не для нашего славянского менталитета. Нам бы покушать. Кусок мяса. Картошечки. Чтобы это всё было основательно. Колбаски. Не, колбаски были, они предусмотрели. Ну, так. На любителя. Ну, вот так вот. Друзья, как вы помните, в прошлых роликах я вам рассказываю про стратегию и заработка на онлайн-игре. И вот многие со мной уже поделились своими результатами. Кто заработал 5 тысяч, кто 10, а кто даже и 15. Я очень рад, что вам этот ролик помог и принёс такой хороший результат. А кто ещё не успел, заходите и смотрите вот это вот видео, пока стратегия ещё работает. Специально для вас вот здесь вот я его оставил. Заходите, смотрите до самого конца. Всем пока!